Тут со стороны пристани послышались крики. Come, 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 come on my face! Здарова, братаны! Вы на канале Дивплей, меня зовут Евгений, и это двое РС Лавина. Погнали, что ли? Погнали. Ну а если конкретнее, откуда? Блять, если конкретнее, откуда? Что? А, Ружо. Отобрали у одного из Семенов. Он утверждал, что в лесу заблудился, вышел на избушку какую-то и там нашел. Избушка? Не Славина ли? Так, возвращаясь к нашему вопросу. Мы получили крайне скудно сведений по вопросам памяти. Как вы понимаете, по причине как раз таки применения административного ресурса комиссией. Грубо говоря, кто-то из наших агентов получал какую-то весомую информацию об этом. Чаще всего... Блять. Если кто-то из наших агентов. Чаще всего к нему просто приходил кто-то из комиссии или орхидея. И посыл... И просыпался парень в автобусе в полной или частичной... С полной или частичной потерей памяти. Как ни прискорбно, у потери памяти тут есть два состояния. Временная блокировка и удаление. При блокировке психологически, проводя собеседование, постепенно можно блок сломать и высвободить... Высвободить память. Но есть и удаление. Стирание. Когда память стирается, как будто и не записывалась. Такую память вернуть нельзя. Как мы полагаем. Хорошо, если память можно вернуть, зачем они её блокируют, а не полностью стирают? Или тогда типа клона программировать сложнее? Непонятно! Но вы всё же что-то накопали. Влад внимательно рассматривал разные листки на столе. Ты там всё равно многое не поймёшь. Да, мы выяснили, что... По окончанию цикла большинство клонов Семёна или других получают блокировку памяти о прежнем цикле... И просыпаются в автобусе. Однако, если кого-то убить в лагере, он просыпается в автобусе. Но... У него не только не блокируется память об этом цикле. У него разблокируется память о всех или почти всех его циклах в лагере. Мы долго спорили, голосовали, устаканивали. Наконец, пришли к мнению, что агентов-новичков придётся сначала убивать. Наконец... Нормально! Человечно! Толерантно! Жива на вас нет! Тогда они получают восстановление памяти на новом цикле. Жестоко. Ну, практично и добровольно. Ладно. Я так понял, можно и забирать память. Всё же, что ты понимаешь, неудивительно. Хотя я развивался отдельно от тебя. Да, мы выяснили, что если убивать огнестрельным оружием, причём именно в голову... Память блокируется или стирается, и у нас получается новичок по всем параметрам. Огнестрельным. Пистолетом или всё же и ружьём этим с леса? Обоими. Учитывая то, что у вас пистолет тоже копия, и мы не встречали других пистолетов с другим номером. Смелись предположить, что в Савёнок при каком-то событии внесли это велисейское оружие. А потом просто клонировали. Где тебя склонировали с меня? А уверен, что не наоборот. Влад задумался, как и все мы. Действительно, кто сказал, что клон этот вожак, а не сам Влад? Излучение в шахте. Что тебе известно? На кого действует? Каков источник? Тебе прям всё давать? Извини, но чтобы рассказать про исследование, которое мы проводили, мне нужно ещё что-то взамен. Влад задумался. Ты можешь всё не рассказывать, но мне нужно знать, можно ли излучение обернуть себе на пользу. Стратегически мыслишь, одобряю. Можно и мы даже делаем это. Делаете? Повторяю. Что я получу взамен этой информации? Ладно, раз настаиваешь. Влад стал копаться в смарт... В смарт-телефоне. А мы с Олесей осматривались по сторонам. Много было листков на шкафах, на стенах. А на столе в углу с топками толстые тетради. Судя по всему, исписанные сведениями. Мда, много информации. Но найдём ли мы все ответы или получим ещё больше вопросов? Наконец, Влад нашёл что-то и показал вожаку. У меня отснятая книга по клонированию, включая новый листок. Я понял, что вы почему-то не можете войти в ту лабораторию. Лицо вожака перекосило, но он взял себя в руки. Удивительно, что ты не сразу сообразил. Мне удивительно, как вы вошли туда. Когда мы были у здания, зайти мешалось силовое поле. Даже так? Да, мои агенты пытались много раз туда проникнуть. И даже видели, как чёрные ходят туда. Тогда эта информация для тебя ценам вдвойне. Может, у тебя есть образец этих двух составов, которые там используются для клонирования? Вожак хитро улыбнулся. Пока их нам достать не удалось. Однако я знаю, где ты можешь их взять. Лагерь чёрных. Ну вот, ты сам знаешь. Мы можем вас туда провести. Но вам вряд ли там будут рады. Тогда надо привлечь туда комиссию. И под шумок разбирательства забрать состав. Стратегически верно. Но, правда, не очень красивый поступок. А не убийцы. Не знаю, делали бы так же или нет, но это гадко. Убивать невиновных. Тоже верно. Вообще, я не люблю с ними цапаться. Но это происходит постоянно. А не агрессивно. А ведь начиналось всё с идеи простого лагеря. А превратилось, кто его знает во что. Время поджимает. Его ход чуть медленнее на лагерях середины. И быстрее на лагерях края. Края чего? Матрица лагерей. Переход меж лагерями. Научи. Прости, эта информация не продаётся. Она очень ценна для нас. То есть, нам нужно что-то равноценное? Кроме главного вопроса. Вряд ли ты тут найдёшь инфу. Ценнее инфы перехода меж мирами. Главный вопрос не индивидуален. Вожак вздохнул. Это мы уже поняли. Да и представители комиссии твердят неоднократно. Время до обеда истекает. Давай обмен совершать. Я дам тебе информацию по излучению. А также, как попасть в лагерь чёрных. Ты мне всё, что нафотографировал в лаборатории. Включая все страницы руководства. И вырванную тоже. Я раскрываю немного больше. Ну, а что поделать? Если согласен, давай решайся. Времени до обеда всё меньше. Влад кивнул. Давай, смарт, передам всё по NFC. Вожак тоже достал смартфон. Включил NFC. Влад выбрал папку фото и поднёс смартфон к смартфону вожака. Ну да, и смартфоны одинаковые. Интересно, смартфоны. При этом, что ещё было клонировано? Влада клонировали со смартфоном. Когда документы были переданы, оба убрали смартфоны в карман. Вожак подошёл к стопке толстых тетрадей и поисков там... Поисков там, взял одну. Он развернул её на столе на последней странице и вписал туда какие-то цифры. После чего передал Владу. Это тетрадь с излучением. С описанием излучения. Источника и принципа выскажения поля. В конце я вписал номер и код попадания в лагерь в чёрных. У вас есть единственный способ туда попасть. Через печатную машинку в убежище. Потому что техники перемещения ты нас не хочешь научить? Прости, а там учатся в течение многих циклов. Это тебе не код, который можно просто выучить. На чём основан этот навык? Ты хитрый, как и я. Я не буду тебе ничего рассказывать. Просто учиться ему надо долго. Вожак отправился к двери. Ну всё, дамы и господа. Нам пора. Мы все вышли из клубов. Зазвучал сигнал на обед. Я провожу вас до вашей столовой. Не хочется на вас продукты переводить. Уж извини. Влад пожал плечами и кивнул. Меркантильный подход современности. Тут со стороны пристани послышались крики. Сначала издалека, потом ближе и ближе. Кам! 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 как будто волна повтора этого слова кто-то вдалеке пустил сигнальную ракету ракета полетела вверх и с яркой вспышкой исчезла в небе это что еще у вас в очередной раз кто-то с комиссии причалил не знаю почему но они приходят в основном по одному и не взламывают наше излучение но иногда проникают через завесу странно небо на их месте пришел бы толпой и все разогнал тут не делают так несомненно их внеш возможности выше чем у нас но у нас есть защита вы потому держите сигнальный пистолет кстати где взяли его ладно дарю инфу в закрытом лодочном домике в шкафу лежит сигнал подается тому кто передай передает сигнал дальше до старого корпуса там по рации сообщает дежурному в убежище он активирует волну излучения которая уничтожает оболочку любого члена комиссии дальше их проникновение было не частым но сейчас и все чаще как на фронте блин во что превратили лагерь во что и зачем как я и думал некоторые ответа на вопросы появились но и вопросов стало еще больше мне кажется что сам лагерь так построенный так построен если начинать его изучать она все усложняет специально чтобы нельзя было изучить и все вообще грустно надо будет мыслью поделиться этой с владом мы шли к столовой время от времени видели патрули семенов интересно сколько их всего по цепочке агентов теперь издалека волной расходилось слово бита 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 в смысле атака отбита да мус условились на короткие сигналы которые можно быстро передавать а рации это один из странных элементов пара раз и есть в каждом лагере в подсобке л с шуриком но если выносить их в другой лагерь они там не работают никак не ловит сигнал только в своем лагере так что мы их отдаем ребятам старом корпусе чтобы дежурному в убежище всегда могли сообщить что нужно как-то относишься к феномену туалета что он тут не нужен ни в одном лагере в туалет ходить не нужно скорее это плюс вожаки владки в ноле друг другу и ухмыльнулись мы пришли влад прищурившись прямо и боковым зрением осматривал столовую очень интересно ты связал лагеря нет создал черту за ней переход в ваш лагерь я в который раз уже пытался тоже боковым зрением что-то увидеть в этот раз синяя дымка у столовой сменялась на красную не знал что это значит и конечно это наверное тайна тайна и ты не научишь как делать такое все равно ты бы попросил за пять минут научите все равно что ты бы попросил за пять минут научить играть на скрипке пять не пять за несколько часов что-то бренчать вполне реально научиться чего ты взял что я буду тратить эти часа на тебя ладно раз уж так сложно а почему лотос это тоже требует не меньше часа на рассказ время нам тоже надо обедать влад кивнул нам и мы прошли за черту сразу шаг и мы оказались в нашем лагере где уже была очередь перед дверь мне столовой мы все как по команде посмотрели назад сзади еле заметная дымка скрывала кусок лагеря белого лотоса она она была еле видна и постепенно испарялась влад шагнул к тому месту где была граница и попытался рукой коснуться второго лагеря но рука прошла сквозь дымку дымка исчезла достаточно быстро да нам у них еще многому учиться надо мы пошли в очередь столовой я рукой показал алисе и владу мол проходите туда а сам встал рядом с вожатой ольга очень удивилась и лёша что случилось ничего ольга дмитриевна можно я славю подожду хочешь с нею вместе помощником быть я сначала опешил потом выдал да с удовольствием теперь опешила ольга молодец наконец мы от тебя увидели инициативу ну да ну да как будто инициатива в последние пару дней было недостаточно наконец подошла славя извините я задержалась ничего славя у тебя теперь помощник есть сам вызвался помогать я стесняясь ступил в пол ладно вы тут проследите потом зайдете не бойтесь без еды не останетесь ольга вошла внутрь славя оглянулась что никто не смотрит и быстро чмокнула меня в щеку я стоял ошарашенный и в то же время по душе разливалось тепло такое сильное надо брать себя в руки я хотел что-то сказать но славя жестом остановила меня не говори ничего ладно я кивнул славя улыбалась мне на ее чеках был виден румянец какое же она замечательная мы подождали пока опоздавшие пионеры зайдут в столовую наконец когда долго никого не было видно зашли сами столовая была полупустая и мы спокойно нашли с подносами свободный столик в этой суматохе я даже не заметил когда ушли в лад с олесей когда мы начали есть не решался ничего сказать славя впрочем тоже молчала наверное думала о чем-то своем я хотел спросить как нам может серьезно относиться к планеркам тут зная что этот мир и большинство народа тут искусственные но не решался наверное сашка меня сейчас бы подгонял бы это узнать или вообще заговорить но тут славя сама нарушила молчание чем занимался тут без меня сказать что я офигел ничего не сказать для меня такой тон был сродни тому что твоя девушка интересуются твоими делами в обалдеть она уже девушка для меня не знаю как узнать как почувствовать а вот найдет он на эти вопросы ответ или нет мы узнаем возможно уже в следующий раз что 6 сегодня на этом моменте все так что всем спасибо за просмотр и всем пока